Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас принуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что вы лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зыркал, а ложь правит миром. Дайте волю душе, слушайте, думайте, пишите. Сегодня воскресенье и снова, как всегда, я с вами, друзья мои и подписчики. Давайте все вместе поприветствуем всех новых зрителей. Некоторые из них останутся с нами в этой сложной безвремени эпохе палача. Друзья, некоторые слушают меня и вроде как бурно поддерживают, но не пытаются в реальности осознать суть того, что я все время стараюсь до вас донести. Итак, несколько простых и базисных опор истины, ибо правда указывает своя, а истина одна на всех. Первое. Это не наш мир, даже длительно суток полностью отвергается нашим организмам. Наших предков занесло сюда не так давно по историческим меркам, и они за короткий строк обустроили этот мир. Все это я уже подробно изложил. Второе. После катастрофы и последствий за ней войны, большая часть наших предков погибла. Выжившие попали под мед ловко принявших благообразный и великолепный вид банды энергетических сущностей. Они не имеют своих тел и являются фактически энергетическими наездниками, используя выращенных для этой цели специальных клонов. Окончательную победу они смогли обижать только в 70-е и 80-е годы 19-го столетия, которые совсем не 19-е. Опять-таки у меня все это до мелочи разобрано и разложено по полочкам в разных роликах. Прежде чем спорить, надо сначала смотреть. А то очень много спорщиков приходят, услышав 2-3 фразы, начинают возмущаться и писать глупые комментарии. Прежде чем писать комментарии, послушайте, почитайте, посмотрите. Невозможно судить по книге, если вы взяли из нее только один абзац. 3. У нашего настоящего места пребывания нет никакого прошлого до последней четверти 19-го века. 90% исторических бесспорных фактов чистейшие плоды совершенно глупых фантазий. Остальные 10% обрывки исторических знаний других отражений, а значит не имеют для нас никакого практического применения. 4. Все точные науки, об этом четко сказано в ролике выше чем четверг, нагромождение ничем, я подчеркиваю, ничем не подтвержденных гипотез, теорий и дурацких аксиом. А значит никакой пользы для нас они не имеют. Встрече от чего, как средняя, так и высшая школа, есть рассадники, мракобесия и полученные там знания на 80% как минимум, засорение мозгов и издевательств над детьми. Впрочем, сегодня и эту школу сносят в мусорную корзину истории, абсолютно ничего не предлагая взамен. О школе я уже все сказал в ролике на эту тему, ссылка в описании. Любителям школ и школьных программ, прежде чем что-то писать, сходите, посмотрите этот ролик. Пятое. Нет хороших партий, правительств, учений, религиозных конфессий, справедливостей и тем более нет и не может быть никогда не было положительных вождей, лидеров, императоров, царей и диктаторов. Надсмотрщики под диктовку своих хозяев придумали нам всякие вещи типа морали, которая меняется постоянно от поколения к поколению. То, что вчера, например, было дико аморально, а сегодня становится абсолютной нормой новой морали. То есть у них нет ничего стабильного, они специально всегда создавали условия полной нестабильности, чтобы человек никогда не был уверен в том, что же его ожидает завтра, когда он откроет свою дверь или когда он получит утреннюю газету. Все меняется постоянно и меняется, естественно, не в лучшую для нас сторону. Эти все вожди, императоры, лидеры и политические партии даже на рачительных пастухов не тянут и заботливые хозяина им не являются, за редким исключением. Но рачительный и рачительный хозяин заинтересован только в личном благе и процветании и заботится о стадии своим не для блага овец или коров, а для блага живота своего. Шестое. Нет никаких магических чисел, примет, предсказаний, правительств и святых старцев. Целовать мощи и просить чудо святого, то же самое, что целовать за сос жаву на болоте, свято веря, что она обернется для вас Василисой Прекрасной. Ибо Иса, сын Киев, мир дома его говорил, ведомой любовью к истине и преданной только делу творчества своего, всегда идет вверх к свету вечности, возвышая душу свою. Верящий в чудо воли чужой и великой, всегда идет в тьму небытия и теряет душу свою во имя слепой надежды. Сейчас помедленнее. Седьмое и самое главное. Твоя душа – частица Творца, а Творец не может молиться литературному Богу, стоять на коленах перед нечистью, покаяться страху тела своего и идти на компромисс с ложью и детьми тьмы. Желание спасти свое тело любой ценой и терпеливое принятие воли зла, лжи и подлости – самое страшное, что вы можете сделать самим собой, ибо итог будет всегда один – утрата искры Создателя и страшная участь в эпоху Палача. Ибо спасающий тело свою, тушку свою, любой ценой скоро будет завидовать мертвым и просить смерти телу своему. И будет воспринимать смерть как великое благо. Далее есть вещи простые и очевидные, но 90% просто не способны даже слушать это. Хотя, приняв их, сразу появляется свобода и радость. Не слушать СМИ, не обсуждать, зачем и почему пришел у Ханька непобедимый. Что будет с теми, кто сделал и кто не сделал это? Не бегать по митингам, не голосовать, не лгать, не терпеть и не верить проповедям и вещателям. Свободен всегда только хорошо вооруженный мужчина на земле своей. А вот тратить время на митинги, протесты и обсуждать в сети, сколько чего кому сделали и как сделали, в какой форме и что написали, смысла никого нет. Они делают все, что хотят и каждый день. Информация противоречива, лжива и грязна. Злоба, негатив, жадность, ложь, вера в то, что все будет как вчера, только надо потерпеть. Все это их оружие, их кнут, их пряник. В соцсетях от жизни не спастись. Надо смотреть на закат или красивые облака, а не фотографировать их. Красота живет в сердце, а не в айфоне. Я решил зачитать письмо Александра по целому ряду причин. Хотя, в принципе, наверное, тема эта уже исчерпана этим роликом будет и больше я к ней постараюсь не возвращаться. Оно очень интересно и будет полезно тем, кто хочет начать думать, поставив во главе разума частицу дворца душу свою. Замечу, что это то, что я буду ниже читать мнение Александра. Прежде чем начать зачитывать, прошу вас вместе со мной поблагодарить тех, кто нашел время, возможность, а главное искреннее желание оказать помощь моему блогу. Их имена внизу в описании, как всегда. Там же внизу ссылки для тех, кто хочет и может и желает присоединиться к их числу. Добрый день, Марат, пишет Александра. Посмотрел ваш ролик и с ужасом понял, что читать комментарии не буду. Там меня уже распяли и правильно сделали. Заявлять, что формула воды неправильная, это, мягко говоря, смело. Да еще и свою таблицу придумал из трех элементов и не учитывает массу ядря атома и количество электронов и протонов на орбитах. Все так, но я попробую все-таки объяснить. Во-первых, конечно, зачитана лишь малая часть письма и получается, как вырвано из контекста, поэтому ничего не понятно. Ранее была тоже попытка изобрести другую воду и физически она существовала, но научный мир ее не признал. То есть, поймите, существует одноатомный водород, которого никто не видел. Я только что выше говорил, что такое наука, она нам все время представляет информацию, которую никто не видел и проверить не может. Ажот теоретически есть. Существует новая вода, которая существует физически, но ее существование не признается наукой и объявлено псевдонаучной. Далее цитата Александра прислала. В 1960-е годы американский инженер Ульям Роудс якобы открыл новую формулу воды, коммерциализированную Юлом Брауном, болгарским физиком, эмигрирующим в Австралию. Брауновский газ, то есть фактически смесь кислорода и водорода, получаемый в аппарате электролиза воды, объявлялся способным очистить радиоактивные отходы, гореть как топливо, расслаблять мышцы и стимулировать проращивание семян. Я подчеркиваю, что зачитываю. Брауновский газ, который реально получили, то есть фактически смесь кислорода и водорода, получаемый в аппарате электролиза воды, объявлялся способным очищать радиоактивные отходы, гореть как топливо, расслаблять мышцы и стимулировать проращивание семян. Впоследствии итальянский физик Руджеро Сантилли выдвинул гипотезу, утверждающую, что существование новой формулы воды в виде газа HHO, то есть химической структуры вида H умножить на H теле О, где знак х или умножение представляет гипотетическую магникулярную связь, а знак минус обычную ковалентную связь. Статья Сантилли, опубликованная в авторитетном реферируемом журнале International Journal of Hydrogen Energy, вызвала жесткую критику со стороны коллег, назвавших утверждения Сантилли псевдонаучными. Естественно, а что им тогда делать, если это признать научным? Вот, простите, таким ученым, мы сейчас все имеем дело с тем, что физическая вода есть, но для науки воды на самом деле нет. Не существует для науки воды, а одноатомный водород для науки существует, хотя физически его нет. На самом деле, то есть для нашей науки вообще все, что физически существует, не существует, неправильно, а то, что существует, оно так, существует, потому что это теория и гипотезы, которые они яростно отстаивали. Потому что им дали это все. На самом деле Роудс просто обнаружил, это мое мнение, что вода получена в лабораториях из смеси водорода и кислорода, это не та вода, которой мы все пользуемся. То есть вода, получаемая в колбе, при электролизе, она не та вода, которой мы все пользуемся. Отсюда псевдонаучность. Не трогайте основу заблуждения. Все рухнет. Естественно, если вся основа этих теоретических выкладок, гипотез, теорий, которые сегодня считаются наукой, основу их вырвать и показать, что это глупость, то рухнет вся наука. Так называемая научная школа рухнет. Только они еще не поняли, что они уже стали не нужны, и их сейчас тоже спишут всех по одной, всех этих ученых. Сейчас я вам скажу, пишет Александр, еще одну вещь. То, что вы сейчас живы и здоровы, это псевдонаучно. Но вы все живы. Почему вы не умерли и не подтвердили безумную гипотезу с точным беспомарок расчетом, в полном соответствии с научными данными, и к ним у меня претензий нет? Расчет абсолютно верный. Правда, практика, как обычно, подвела, и ничего сильно страшного не произошло. Выгляните в окно. Все живы. Трупы на улицах не валяются. Воробьи чирикают, не сдохли. Рыба плавает. Как вы посмели опровергнуть теорию смерти своей жизнью? Немного стало интереснее. Нормальный человек, конечно, скажет, что мне твоя долбанная вода. Мне есть нечего. Мой бизнес закрылся, потому как у людей деньги есть только на еду. Ипотеку платить нечем. Коллекторы в дверь ломятся. И уже судебное решение у них есть о выселении меня, двух моих сыновей и жены из дома. Ехать некуда. Только в однокомнатный к теще. А я еще помню, как теща уговаривал продать 10 лет назад свою трешку. Уговорил, продаю. На половину денег квартиру в ипотеку. А вторую в расширение бизнеса вложил. Теперь ничего нет. Все сожрал он. Сами знаете кто. Так что мне написание формулы хоть H2O или 30H2O значений для меня нет. Коллекторы, просьба, постучите один раз от меня. Оставим этого товарища с ипотекой, женой, тещей и будущим недалеким разводом. И перенесемся выше в эшелоны власти. Они же якобы умные и не пострадали. Якобы я добавил от себя. Возьмем, например, одно такое, обличившее себя неограниченной властью и, как он думает, бесконечной жизнью существо. Да, я повторяю, что все это мнение Александра. Тут ничего от меня нет. Страна его находится в центральной Монголии и имеет много газа, нефти, лесов, полей, рек. И, правда, там не очень больно дышит человек. Ну, не очень он больно дышит. Население, конечно, как положено в самой богатой природными ресурсами страны в мире, в полной нищете, хотя и есть и успехи. Например, свекла, любимая всеми местными аборигенами, обогнала в цене аналогичную свеклу по цене в Нью-Йорке вдвое. Это признано всеми экспертом. Прорыв на лицо или порыв ударить по лицу. Сейчас не об этом. Так вот, приходит к этому владыке его местный академик академических наук и вещает. Владыка, большой песец, белый и пушистый, движется с небес на землю. Рассказывает ему подтвержденная его наукой теория, что песец наступит непременно. Владыка понимает, что его не обманывают, да и кто бы посмел, тем более этого академика привел самый главный, что отвечает же о его бессмертную физическую жизнь. Владыка, осознав ситуацию, сразу переходит дело и говорит, сколько денег надо. Я объясню, почему здесь есть одна ошибка. Потому что это произошло одновременно везде. И все эти владыки, что Нижнем Тунгусске, что Монголии, что Камеруна Французского, они все сделали одно и то же. Приняли стойку и начали исполнять команду, дружно виляя хвостами по телевизорам и крича о том, что нас всех ожидает и что надо сделать, чтобы спастись. И приняли одни и те же меры. Поэтому этот вопрос мы рассматривать не будем. Это единая платформа управления. Владыка, осознав ситуацию, сразу переходит дело и говорит, сколько денег надо. Все вопросы всегда упираются в этот тупой, дикий, совершенно безумный вопрос, сколько надо денег. На самом деле, денег там не надо. Академик рисует на бумажке цифру с многими нолями, передает ладыке. Тот просчитал ноли. Ну, думает, фигня, всего-то пара бюджета в его столице. Не, говорят академики, это длюка нам на разработку инструкции, что тебе делать, чтобы спастись самому. И все свое не потерять. Придется опять продать полстраны киндайцам. Киндайцы, они любят, когда им за бесценок продают полстраны. Это я уже опять-таки от себя. Короче, суть до дела. Согласились, согласился. Академики академических академий деньги получили и приняли за написание инструкции. Ничего на самом деле не умеют делать. Я думаю, что они даже хорошо читать умеют. Они в ГУЛАГе набрали меры безопасности с инертными газами. Чуть подправили название и передали ладыке вместе с фотом. Ладыка почесал тыковку и понял, что всем хана, кроме него. Есть спасение, конечно. Это антидот, но по бочкам мама не горюй. Выход один из всех спрятать в бункере. Бункеров на всех не хватит, поэтому начал переборудовать для себя любимого, оставленный предыдущим бессмертным владыкой на случай какой-нибудь заварухи. Академики, расщедрившись и сказали, что за полбюджета его столицы изобретут чудо-фильтр, который убережет его от напасти, что спустится с небес. Ладыка согласился и передал очередные деньги на чудо-разработку. Академики, получив деньги и попилив их, как положено, думали, чтобы такое придумать. Придумать они ничего не могли, но им пришел на помощь случай. Как раз в это время к ним в Академию пришел по почте воздушный фильтр машины КАМАЗ, что ездил год на листке, чем от местных аборигенов запиской. Посмотрите, чем мы дышим. Они поняли, что это дар с небес, чудо-фильтр разобретен. Оставим, что делал Ладыка, поскольку потратил на спасение себя и своего могущества и придем к часу Икс. Он настал. Ладыка спустился в бункер, закрыл за собой дверь и стал ждать конца обещанного Академики. Тем временем на земле Ладыки и других землях Икс принимали меры, как на огромном заводе, где произошла утечка ядовитого газа. Некоторые Ладыки других земель даже разрешили людям не работать и получать деньги просто так. О чем местные аборигены просто ошалели в разгар этих самых мер, а не давать дома на берегу моря и жить там целыми семьями. Поскольку такой отдых они себе не могли бы позволить никогда, а тут каждый член семьи получал минимальную недельную зарплату просто так. Наш Ладыка такой роскоши позволить себе не мог. Как можно отдать свои деньги кому-то? В общем, события вы все знаете, что происходили в течение года. Прошел год, писец белый пушистый весь год постоянно спускался с небес, но происходило чудо чудесное. Он исчезал и никто не умирал и даже не болел. Правда, академические академики пытались сказать, что писец белый мутировал и стал черный, теперь называется Д. Совпадение, не волнуйтесь. Помните группы А, Б, С, а теперь появилась группа Б. Совпадение, не волнуйтесь, такие они часто бывают. А сейчас уже пришла там в Бельгию, пришла группа какая-то еще новая. Но Владыки, кроме самых отмороженных, уже почурили, что что-то не то, и кажется их крупно, очень крупно, но сами знаете что. Владыка монгольских заменит только через год за подозр, что все гуляют по улице, веселятся, а он, как последний придурок, сидит в бункер с чудо-фильтром. Поняв, что никто подыхать по плану академика не собирается, он вызвал себе главного по охране его тушки и попросил принести чудо-фильтр. Достав этот чудо-фильтр из чудо-нано-ящика, они увидели в себе обычный авторобильный фильтр. Один из охранников сказал, что папа у него был камазистом, и такой фильтр он много раз видел дома, но только чистый. Быть обманутым, так нагло сильные мира сегодня любят. Ладно, пипл узнает, а потерять авторитет среди своих пацанов из силовой ковры насильно самоубийству. Они перестанут его уважать, быстро уберут в пыльный сундук и найдут себе другую говорящую куклу. Ну, в принципе, да, суть где-то такая и есть. Ну-ка, вот эти самые владыки из своих ящиков, они особо не соображают. В общем, верил владыков вызвать себе ученых-академиков и поговорить с ним на тему. А чё за? Ну, думаю, разговор будет происходить в стиле фильма «Крестный отец», и скоро академики-гладиаторы и присоединяются к ним. Креативная молодежь поедет в командировке со своими семьями и любовницами в закрытые академические городки, где они будут заниматься чистой наукой, чтобы их ничто не отвлекало от этих занятий, связи с ними никакой не будет. Им очень повезет, если они будут делать то, что делается в песенке о лесоповале. Ну, это уже я от себя лесоповал добавил. Очень будут все они выполнять очень серьезную работу. Сильно старые не поедут. У них, я думаю, сердце не выдержит такой радости, и они благополучно покинут этот мир, потому что души у них давно нет, и они смертны. Это я все от себя уже говорил. Совсем смертны. И спасение к ним никакое не придет. Мои замечания, пишет Александр, некоторые. Вода, вернее, мои замечания, некоторые, на тему того, что нам тут сообщил Александр. Я прошу вас правильно понять, что мои замечания, все это и все, что написал Александр, это просто наши такие фантазии воскресные. Но мы тут фантазируем бурно, разбираем события, которые происходят на Земле Икс, и к реальности, прекрасной реальности академической науки, чистейшей науки в мире, в нашем мире у нас претензий к ним вообще никаких нет, так как к чему могут быть претензии к тому, чего совсем нет. Итак, вот мои некоторые размышления на некоторые темы. Вода. Любимый жупел и продукт современных шарлатанов. Маркетологов, диетологов и псевдонаучных химиков. Потому что вы можете везде открыть и прочитать там, где реклама, там чудодейственная вода, попейте водичку, у вас все пройдет, попейте эту водичку, вам станет совсем хорошо, а вот эта водичка из чудесного источника вообще вас вылечит на всю оставшуюся вам жизнь, долгую, счастливую, с этой водичкой. Главное, вы ее только покупайте, пейте. Другие им водичка там водится куда-то, третьей водичку окунают в свои телеса. Ну, в общем-то, вода это такой большой коммерческий проект, огромный. Там пишут, например, вот водка на 5 озер, по-моему, где-то там рекламы какие-то идут такие, да, вот. Никак люди не поймут простую вещь, что водка вообще-то это продукт, сделанный на базе спирта. И для того, чтобы сделать водку, вода должна быть чистейшая, дистиллированная вода должна быть. И никакой разницы, какую воду вы дистиллируете. Или вы ее возьмете из грязной Москва реки, или вы ее возьмете из чистейших источников где-нибудь в горах чилийских. Разницы никакой нет. Вода для водки должна не иметь ни вкуса, ни запаха, ничего больше. Потому что если взять воду простую, обычную, то у вас получится мутный и грязный продукт, потому что вода задержит много примесей. Кальция, хлора, там, там, что-то котомент. Там вся таблица Менделеева есть. В этой воде из этих 5 озер. Ну, вот вас так разводят. Вода, потому что, я говорю, это такой очень продукт. Мертвая вода, я бы уже говорили выше об этом, которую мы получаем в школьных колбах, в опытах в колбе, из водорода и кислорода, на самом деле вещество, которое не стоит употреблять, ни при каких условиях. Вода, это, она создана искусственно, и фактически водой, как таковой, не является. Вода в недрах нашего мира есть единый живой организм. Я прошу вас проникнуть в свое понятие, что вода в недрах нашего мира и есть единый живой организм. И уже с середины 19 века она больна и отчаянно борется с кусками иных миров. Как с осколками и чужеродными элементами борется любой живой организм. При этом на этой воде, бедной, приходится еще и бороться с нашим сидящим на двигателях внутреннего сгорания и прочих радостях, промышленных чудесах на наших отходах с наших химических заводов, которые производят никому не нужную продукцию. То есть сначала уничтожили производство коноплей, льна, а потом стали делать, например, химические ткани из химии, синтетические ткани. Как вы думаете, они делают для того, чтобы укрепить здоровье людей или заботились о том, что их все одеть хорошо? Люди, если вы возьмете фотографии 19 века, одевались весьма добротно. А постановочные фотографии беспризонников, да, смотреть не надо. Да, были бедные, нищие дети в колониях Российской империи, например, в том же Лондоне или Гладске. Там, в этих местах, дети-сироты работали день и ночь. Но это другой мир. Это трудовое воспитание потом. Помакаренко. Так я еще раз повторяю, вода в недрах нашего мира есть живой организм. И уже с середины 19 века она больна. Равновесие сейчас восстанавливается, я уже говорил. И извлечение мира неизбежно, сколько бы книг еще не написали в Базилии. Всякие швабы. Ну, пишут они там себе книги, пусть пишут. А вот восстановление равновесия, оно неизбежно. И от их книг, их постановления, их решения, их рекомендации, оно нисколько и никак не зависит. Я одному внимательному подписчику по имени Виталий Солодовиченко так описал систему общества, построенного на тщательно, припрятанных на время структур империи. То есть империя никуда не делала, все структуры сохранены, но они припрятаны, замаскированы. Она никогда, империя, не исчезала в реальности. Так вот, система воспиталась, создала общество трусливых воров, идеологических идиотов, тупых фанатиков, жалких рабов и садистов-насмотрщиков. Далее, это же, это на территории, имеется ввиду, на территории СССР. Далее, эта же империя сформировала в Европе общество непуганных идиотов-хомячков. Они были сыты и помещены в удобные и красивые клеточки и свято верили, что они самые свободные на свете хомячки. Причем, это, без всех блага, были созданы теми самыми, которые жили на территории СССР, потому что 90% доходов в мире всегда получалось с территории СССР. Ну, а до этого с территории империи. Ну, тогда была единая империя. Но вообще, все, как говорится, мировая житница там находится. То есть, я имею ввиду, в общем-то, все, что получает мир, он получает именно за счет этого. Я об этом в роликах уже говорил и показывал. Кому интересно, можете смотреть об истории 19 века. Там все подробно разложено. Так вот, эти помещенные с удобной красивой клеточки, все эти хомячки свято верили, что они самые свободные на свете хомячки. Им так решили, что вы самые свободные идиоты в мире. И это они сегодня до сих пор, то поколение, которое тогда жило, то время, то есть, благословенные 70-е, 80-е, еще 90-е годы в Европе, они свято верят, что они самые счастливые, самые свободные на свете хомячки, живущие в незыбленном мире прекрасной великой святой демократии. Ну, просто в последнее время какие-то странные очень у них стали попадаться президенты, премьер-министры, парламент, ну, кучу ошибок совершают, но все равно все святое, все незыблено, что все это пройдет и все распорим все эти настоящее. А вот только они проголосуют, пойдут, и новый придет, так сказать, лидер, который все это изменит, и все будет как прежде, как в 70-е годы. Поэтому они садятся на Харлей Дэвидсон, седые мужички в крутых кожных куртках и катаются по дорогам Европы. Иногда, правда, от старости они падают в коветы, но они продолжают так ездить, потому что они живут в той эпохе еще. Но это нормально. Это, понимаете, это очень счастливые хомячки. А в шах хомяки даже свято верили, что они самые счастливые, сильные, умные, свободные хомяки и образец для всего мира. И пока одни выживали на территории сыр, воруя, мотая сроки, маршруя на парадах с плакатами идиотов на смоторщику в руках, вторых лишились всех нормальных мотивов мотивации жизни. И они поверили в невероятный бред вроде однополого семейного счастья. Как я уже говорил, даже во французской глубинке стало трудно найти нормальную семью, где у детей есть папа и мама, а не третий, не родной папа, у которого есть свои дети, и свой папа, которому надо ехать каждый второй выходной, у которого тоже есть свои дети. То есть это была создана чистейшая модель Содома и Гаморы, которая прекрасно описана этой самой. книги, которая показывает, что на самом деле происходит в мире очень четко, потому что ее написали специально для того, чтобы показать, какие вы идиоты в Ветхом Завете. Да? Пять пятикнижей Моисея ясно показывает все. И школа при этом была разрушена и пускающийся люди идиот стал самым приличным индивидуумом. Этим уже не то, что формулу воды изучать. Им вообще-то думать стало некогда, ведь на все есть ответы всегда. В смартфоне зачем думать? Вы не заметили, что если кто-то что-то говорит кому-то, в чем тот начинает сомневаться, то тот второй сомневающийся хватает смартфон и начинает проверять информацию. Если что-то он слышит противоречит официальной позиции твари в Вике, то есть он натыкается сразу же на официальную позицию по этому вопросу, то информация собеседника сразу отвергается с включением пальца у виска. То есть мысленный аппарат у большей части населения абсолютно не работает и не умеет работать. Их разучили разум работать, разучили мыслить, полностью исчезла логика, полностью возникло доверие полной совершенно идиотской информации. То есть вот, например, врачи, они быстренько буквально за год забыли все, чем их учили и стали совершенно противоположные вещи говорить. И то же самое везде по всему миру. То есть мыслить на аппарат отключили критически, а тем более с самокритикой мыслить, разучился человек современный. Ну, большей части, процентов 90 вообще не способны ни на какое адекватное мышление. Вера подменила разум, а смартфон отнял и остатки разума потом. То есть сначала вера подменила разум. Вера, например, в то, что самое демократическое, самое свободное общество, оно процветает и так будет всегда. А смартфон отнял и остатки разума. И что мы имеем в сухом остатке сегодня? А имеем мы в результате испуганное стадо с ревом бегущих в пропасть и верящие, что такие же испуганные впереди бегущие безумцы прекрасно знают дорогу и знают, куда они бегут спасаться. И мы бежим за ними, топчем в тех, кто падает нам под ноги, не выдержав этой бешеной гонки, и мчимся вперед, а там пропасть. Большая яма, а внизу сидят эти самые ждут, когда все мясо сбежит вниз, грохнется с большой высоты, и его можно будет расширнять, делить, снимать шкуры, использовать все, что надо и хорошо питаться. А они бегущие в стадии, они свято думают, ведь все же в стадии не могут ошибаться, думает он. Раз всем страшно, то я должен бежать и рветь от ужаса. Вот бежит и рвет от ужаса. Ибо говорил Исаакиевский мир дом его, вера в чудо ложное, из страха убивает душу быстрее, чем сталь убивает тело. Я же воспитаю вера в чудо, ложное и страх убивает душу быстрее, чем сталь убивает тело. Вся современная наука есть сборище бараганных шалтанов, которые требуют от всех слепо вере в то, что проверить нет никакой никакой возможности. И поэтому нет никакой разницы между академической школой и завываниями шаманов деревни, где-то в джунглях. Все технологии, которые используют человечество, не имеют ничего общего с достижением классической науки. Какая это небольшая часть это реальные достижения одиночек, которые присвоили себе. А в основном это 99% это прогрессовские выбросы из старых достижений наших предков. То есть дают на и готовые решения. Некоторые на самом деле даже начинают верить, что они сами гении, когда получают готовую продукцию. Некоторые доселе неизвестные гениям начинают подсовывать одно за другим изобретения. В силу клинического идиотизма они сами не понимают, что они изобретают. Программа заложенных в их разум не способна объяснить, с чего вдруг им снятся периодическая система элементов или строения атома, которые в реальности сегодня из чистейшей воды бредовая теория ничем не подкрепленная. Например, политиздат СССР имел много закрытых контор вокруг Москвы и даже вокруг Питера. Огромных центров, которых создавали все начиная от многотомных томов сочинения Ульяна Николая, который потом стал Володей, и истории партии большевиков, о существовании которой до 1921 года никто и не подозревал. Огромный центр дезинформации и фальсификации работал и работает в Жуковском. Такие же центры существуют и вокруг Нью-Йорка, и вокруг Парижа, и вокруг Вашингтона, и вокруг Бурсселя, и вокруг Мадрида. То есть, они работали и работают. Просто там поменьше. Я еще раз повторяю, огромный центр дезинформации и фальсификации работал и работает в Жуковском. Сегодня тоже. Прикрытой самой мощной базой НАТО в мире. Она там существовала даже когда был в СССР. Арман Тхаммер всегда контролировал его работу до 1991 года. Потом контроль перешел под эгиду Агентства национальной безопасности США. Там сформировали и создали все археологические находки, рукописи, газеты, книги, брошюры, документы. И сегодня там продолжается эта работа. Тут многие ссылаются на видео борцов с глубинным государством и угрожают этим самым преступникам власти новыми, нюрнергиевскими процессами. Наивные и очень глупые борцы. Вспомните простую фразу «Осудьи кто?» Эта система власти во всей своей уродливой форме обречена, но не по причине того, что преступные протестные забастовщики одержат победу, а потому что наступает равновесие источной канавы примут себя и тех кто мнит себя соль земли и тех кто свято верит ложь или лжет воема блага и спасения. О стаде речь вообще не идет, они бегут в пропасть для очищения мира от потребителей и не понимают что никакой реальной угрозы нет и пусть себе мчатся, ибо становиться на пути такого стада очень опасно, затопчут и не заметят. При этом вы и одного из них не сможете остановить, детей только постарайтесь вырвать из-под их копыт. Помните мультфильм Король Лев? Ибо одна именно надетеныша львов и идет охота гиен. Они не боятся разоблачения, они не боятся протестов, они не боятся суда. Крыса и гиены знают, что их некому судить и некому наказывать, а в палача они не верят. Ну а теперь друзья несколько минут воскресной поэзии. как всегда. Друзья, сейчас я вам прочту небольшое стихотворение написанное 18 мая 1998 года в городе Осло. Стихотворение называется Холодный май. За окном снова дождь моросит вновь по улице серой зябкий день, как усталый и пьяный лакей мне швыряет в окно мокрый плед небосвода в обезьяне гримасе уже полстертых страстей. Плачет ангел в углу я не вижу но знаю он плачет а в шкафах твои вещи сиротливо вздыхая лежат во обнаженной душе я играю в бирюльке с удачей распою свою грусть и украшу следами утрат обо мне не грусти и озябшая хмурая птица меня серое небо заставляет ошибки клевать мне опять по ночам кандагар и погибшее прошлое снится и поцелякотный дождь очень страшно и холодно спать словно шлюхи души пахнут резко и зло ощущения как жестокая нежность переходит в простую печаль так и я ухожу в слову ненужных небрежность потому что мне день этот серый ни капли не жаль за окном вроде май но вовсе не май бот и челли на осталом лице у меня небрежность и лень лень мне пасть перед ангелом чувств на колени и сломать ему крылья как ломают в букет из сирен утомленная жизнь обезьянкой меня корчит гримасы и усталый старик кукловод бог ведет нас ненужно нам рай плачет серость небес на холодные плиты террасы и бредет вдоль по лужам усталый и призрачный май благодарю вас всех за внимание пишите думайте рассуждайте всем вам хорошего дня хорошей недели и самое главное помните без времени оно обязательно закончится с вами я был опять и до новой встречи четверг до новой встречи Продолжение следует...